Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О этом сегодня стало известно во время визита первого вице-премьера правительства региона Ильшата Тажидинова в Ишимбайский район. Так, на сегодняшний день компания «Аркада» возводит два корпуса – административный и производственный. Компания «ЗУР» окончила строительство фундамента для своего цеха. Всего резидентами особой экономической зоны Алга являются шесть компаний, которые привлекут более 10 миллиардов рублей инвестиций и создадут порядка полутора тысяч рабочих мест. Также ведется монтаж инженерных коммуникаций для предприятий-резидентов. При полном заполнении особой экономической зоны предполагается поставлять до 150 мегаватт электроэнергии – 17 тысяч кубометров воды в сутки. Добавлю, что в марте власть региона рассмотрит бизнес-планы инвестпроектов еще двух потенциальных резидентов, которые выпускают солнечные панели и развивающие игры для детей. В России планируют продлить льготную ипотеку до 2024 года. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку предоставить предложение по продлению программы. Напомню, льготная ипотека с фиксированной ставкой 6,5% была запущена в апреле. С помощью программы «Квартиры можно приобрести в новостройках». По данным Национального банка по Башкортостану, в прошлом году было выдано более 35 тысяч льготных кредитов на покупку жилья. Это на 58% больше, чем в 2019 году. Действительно, спрос на новостройки вырос, и это вызвало рост цен в большинстве крупных регионов России. Притом существенный рост до 15-20% стоимости. И граждане выиграли только те льготные ипотеки, благодаря которым в самом начале обратились и купили себе новостройки. Кто же покупал уже осенью и зимой, они никакую выгоду не получили. Более того, они купили втридорога. Эксперты рынка недвижимости отмечают тенденцию, когда клиенты, которые ранее были ориентированы на квартиры в новостройках, сейчас выбирают уже вторичное жилье. Связано это со снижением предложений и нивелированием выгоды от льготной ипотеки из-за роста цен. Сейчас первичное жилье подорожало, значительно подорожало. Поэтому клиенты начинают задумываться, зачем нам брать первичное жилье, которое надо еще ждать. А вторичное жилье у нас уже готово, с ремонтом заехать и жить можно. Но есть отдельный круг покупателей, которые хотят покупать квартиру в жилых комплексах. Если переходить по статистике, по цифрам, пройтись по банкам, допустим, ВТБ-банк 70% вторички выдает на январь-февраль, 30% по господдержке выдает на строящееся жилье. Сбербанк на вторичку 60% выдал ипотеку, по господдержке на 40%. Также эксперты отмечают, что с продлением льготной ипотеки в этом году вряд ли сохранится ажиотажный спрос на квартиры в новостройках. Напомню, ранее глава Центробанка Эльвира Набиулина предостерегла от продолжения льготных механизмов кредитования из-за возникновения ипотечного пузыря. Более 11 миллиардов рублей по больничным листкам выплатили жителям республики в прошлом году. Это почти на 5 миллиардов рублей больше, чем в 2019-м. Об этом сообщили телеканал РБК УФА в региональном отделении Фонда социального страхования. Всего было выдано более полутора миллионов листков нетрудоспособности. Их число увеличилось на 40%. В Фонде соцстраха региона рост обуславливают увеличением числа заболевших граждан. Многие из них находились дома в связи с пандемией коронавируса. С чем связано увеличение? Ну, в первую очередь, конечно же, это в целом ситуация, связанная с коронавирусом. И нужно отметить, что эта ситуация характерна не только для нашей республики, но и для всех регионов Российской Федерации. Практически на 57% число оплаченных дней в 2020 году по временной нетрудоспособности больше, чем в 2019-м. Это действительно большой скачок. Ну и на 12% у нас увеличился средний дневной размер пособия по этим выплатам. В прошлом году расходы регионального отделения Фонда соцстраха составили 21,7 млрд рублей. В 2019 году на эти цели было направлено 16 млрд. Объем бракованного социального питания в Башкортостане в прошлом году снизился на 22%. Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. При этом еще в 2017 году половина продуктов, поставляемых в школы, больницы и детсады, были испорчены. На сегодняшний день контроль качества продукции на потребительском рынке ведет пищевая лаборатория испытательного центра, а также управление социального питания. В текущем году в некоторых уфимских школах уже прошли проверки питания бракеражной комиссии. Там были собраны пробы готовых блюд для лабораторного анализа. Ежегодно в республике проводится 700 таких плановых инспекций. Сегодня разработана и действует программа порядок предоставления услуги, который в себя включает множество направлений. Начиная от порядка заключения муниципальных контрактов на оказание данной услуги и заканчивая надзором и контролем в данной сложной сфере. Напомню, что в 2021 году Башкортостану из федерального бюджета выделили почти 2 миллиарда рублей на горячее питание школьников младших классов. Из республиканской казны на это было направлено 216 миллионов. Почти 2 миллиарда рублей задолжали банкам жители республики по автокредитам. Такие данные приводят аналитики Бюро кредитных историй Эквифакс. Так, в Башкортостане к концу прошлого года объем просрочки вырос на 29%. При этом в 2019 наоборот наблюдалось снижение количества неплатежей за автокредиты на 8%. В этом году эксперты ожидают восстановления рынка автокредитования и рост объема его портфеля. Отмечу, что в прошлом году по данным автостата в республике выдали на 7% меньше займов на автомобили. На январь 2019 года, на начало 2019 года, просрочка была 1 миллиард 555 миллионов рублей. В течение 2019 года наблюдалась положительная динамика по ее снижению. Она снизилась на порядка 8% до 1 миллиард 424 миллионов рублей. Но за 2020 год она достаточно серьезно увеличилась, а именно на 29%. Это, несомненно, плохо, но это не масштабный банковский кризис. Это проблема, которой банки способны справиться. Отмечу, что в целом по стране рост долгов по кредитам за автомобили составил 22,5%. Всего россияне задолжали финно-организациям порядка 57 миллиардов рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...